Привет-привет! У нас есть на канале целые плойлисты и на основном, и на втором, где мы обновляли разные устройства, в которых обновляются базы радаров. Например, Prology, какие-то Mystery, Neoline, Xiaomi и так далее. Сейчас у нас начинается сезон путешествий 2021 года, так как, вероятнее всего, Турцию закроют все опять ломануться по России, и в Крыму по обещаниям в этом году обещают грандиозный наплыв людей. Многие идут на машинах. Необходимо обновить базы в своих радар-детекторах, в своих антирадарах, как их называют, и в том числе на те, которые у нас в плойлисте отсутствуют. Поэтому мы вместе с вами возьмем сегодня... Кто у нас, ну-ка? Это у нас китайский K-radar Pro 960S. Какая-то модель интересная с Алиэкспресса. Клиент, мой приятель, он не смог обновить его самостоятельно, говорит, что винда у него рубит эти файлы. Мы вместе с вами сейчас все попробуем, сами проверим, и все начнем с нуля. То есть я тоже его не трогал, сейчас вместе с вами будем пробовать. Вот. А для тех, у кого более брендовое устройство, я внизу в описании первой ссылкой оставлю ссылку на плейлист с любыми такими радар-детекторами, которые я делал за последние два или три года. Инструкции, как правило, не поменялись. Обновите базу радаров для своих устройств по моим инструкциям. А мы погнали обновлять K-radar Pro 960 Signature S. Странная модель, на самом деле. Погнали. Карта наших любимых тыш-сервисов, нашей любимой тыш-банды, как я уже говорил. Не забывайте размещать свой сервисный центр. Сайт у него ProLech.net. Как ProTech, только ProLech. Еще есть ProTech.ru, но там, возможно, мы ничего не найдем. Так, маркетинговый домового центра. Окей, домового центра. Выбираем центр загрузки. И что ты тормозишь? Давай еще соображай. Думает. Это у нас интернет на работе такой веселый. Так, фиксит камера. Наши модели нет здесь. Pro 960. А где ты Pro 960? А как так? Давайте попробуем с устройства начать. Мы найдем нашу модель. Так, модель 960 SG. SG-сигнатур типа. Может быть, он S еще должен быть? SG. Сейчас посмотрим на всякий случай. Хуже-то мы точно не сделаем. Кстати, смотрите, G900STR. Это как у их прямого конкурента обозначение. Так, мы нашли наше устройство. На Яндекс.Диске у них лежат программы для обновления и даты базы. Так, превышен лимит скачивания. Давай сохранить на Яндекс.Диск. Окей. Странное решение, на самом деле, экзешник выкладывать. Очень странное. Так, и скачать апдейт файл. От 5 марта 2021 года. Так, ну он скачался, а теперь мне надо каким-то образом открыть на Яндекс.Диске. Последнее. Апгрейд. Скачать. Возможно, нам сейчас придется оперой воспользоваться, потому что здесь он может нам не дать скачать. Нет, дал. Запускаем. У меня здесь просто камера в левом нижнем углу, я не могу это попасть. Так, система защитила ваш компьютер. Выполнить в любом случае. Интересно, антивирус ее не схавает. Так же у меня. Так. Do not disconnect during устройств. Так, просит устройство подключить до запуска программы. Такое бывает. Кстати, вот эта вот шелл, сама вот эта программа очень похожа на оболочка, на обновлятор, по-моему, Prology, что ли. Я подключил к компьютеру. У нас загорелась активная кнопка Open. На экране у нас вот такой, не знаю, видно вам там или нет, в уголку. DL, видимо, Don't Load, говорит. Выбираем файл апдейта. Нажимаем так, Only Update Data. Вот, кстати, по галочке ничего не понятно. Возможно, если будет полная прошивка типа с датой базы, то можно поставить отдельно галочка прошить датой базы. Я ничего не ставлю, то жму Update. Не трогаем. Поползла полоска. Для тех, кто будет обновлять свои какие-то видеорегистраторы, антирадары, радар-детекторы с вот этой функцией, с GPS-базой радаров, очень похожа инструкция на все почти. Есть там за исключением некоторых аппаратов, которые со смартфона надо обновлять, которые с Wi-Fi и так далее. Там GT-1 очень интересный аппарат по обновлению. Для них, конечно, инструкция будет отличаться. Но по большей части, ребята, вот то, что я сейчас показал, почти ко всему универсально. Почти ко всем аппаратам. Напоминаю, что у нас есть Telegram-канал. Он так и называется. Ты же программист. Есть чат, где можно поболтать, там можно нажать на кнопку обсудить и провалить из чат. Ты же чат, так называемый. Но есть чат отдельно, где мы просто сидим по вечерам, чилим. Еще есть Discord, но в Discord можно попасть как раз из стаж-банды, где мы собираемся с ребятами, обсуждаем какие-то новые новости. Сейчас вот мы, кстати, договорим. Вместе с вами будет отдельный стрим, в котором мы поговорим, я не знаю просто, кто когда видео будет смотреть, про то, как образовалась комьюнити не фанатов, а антифанатов Михаила Плюско. Это очень интересно. На экране у нас бегут все значки всех типов радаров. К, Л, Икс. Это частоты, то есть лазер. На какой частоте радар работает, вот все по очереди. Как бы анимация такая интересная. Еще, ребята, предостерегу сразу, кто хочет покупать подобного рода вещи, будьте сразу готовы. Несмотря на то, что написано не сигнатурный, это может закончиться тем, что он будет у вас реагировать на каждую дверь, на каждую встречную машину и так далее. Несмотря на то, что он сигнатурный. Кто, кстати, не знает, что такое сигнатура и в антирадарах, в радар-детекторах и все остальное, можете посмотреть. У нас была прямая трансляция с автором канала «Сервисмен». Он нам там все рассказал. У нас был марафон 12, по-моему, часовых, где мастера по ремонту приходили и каждые полчаса, каждый час нам что-то новое, свежее рассказывали по разного рода электроники. Там принтеры человек, Виктор Гришин рассказывал, там два часа. Вот «Сервисмен» приходил, «Рестори» Алексей приходил, где рассказывали по ремонту разного рода электроники. Вот в том числе там рассказывали как раз про разницу в сигнатурных. На марафонах присутствует очень интересная вещь. Скоро, кстати, будет следующий, будет уже обучающий, более интересный. Так, обновление успешно, окей. Я закрываю всю эту штуку, отключаю. Вот. И спасибо, кто посмотрел. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Ссылку на плейлист оставлю либо первой в описании, либо в закрепленном комментарии. Там есть все основные распространенные радар-детекторы, антирадары, видеорегистраторы с функцией GPS, с базами радаров и со всем остальным. Увидимся. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, в канал Телеграм и до новых встреч.